друзья всем привет вы на канале круговорот дача огород сегодня вот настал тот момент когда мы будем сеять начинать перец перец мы обычно проращиваем перед тем как сеять мы также собираем со своих перцев семена в данном случае мы собрали в том году вот такое вот калифорнийское чудо желтый перец толстостенный сладкий болгарский перец но просто сказочный перчик мы например собираем каждый год семена с них с перцев также собираем искра из красного перца тоже семена сортовые перцы очень хорошо вообще растут и можно с них собирать свои семена но если вы не собираете семена можно всегда купить в любом садовом магазине и вот таким способом прорастить как мы это делаем я сейчас с вами обязательно этим поделюсь и так же как можно посеять перец разными способами мы 7 перец за три за два с половиной месяца до высадки в грунт потому что перец дольше развивается чем помидоры наш но сначала мы будем перец и также мы посеяли баклажаны все прекрасно всходит вот посмотрите как начал прорастать перец сходить мы сеяли уже пророщенными семенами разложили раскладывали семена примерно на расстояние 2 сантиметра друг от друга посмотрите начал перец сходить сейчас мы после того как показались такие вот петельки мы снимаем любое укрытие любой пакетик теперь семена все самостоятельно прорастут конечно лучше всего емкость брать примерно 5-6 сантиметров высотой так как мы перец семена перца присыпаем на 2 на два с половиной сантиметра грунта можно использовать друзья вот такие вот обычные кассеты на 6 ячеек тоже самая глубина где-то должна быть 5-6 сантиметров использовать можно как вот такой вот общий контейнер но тогда придется пикировать рассаду тоже высота 5-6 или обычные стаканчики какие у вас есть 200 грамм миллилитров или 100 миллилитров или 150 вот то же самое но здесь например для более лучшего развития придется все таки из этого стаканчика пересадить в 500 или сразу семечку по посеять сразу в 500 стакан тогда никаких перевалок делать не надо будет здесь самостоятельно хорошо все будет развиваться перец и уже мы его высадим в открытый грунт можно сеять также по 2 семечки сразу сажать но с расстоянием три сантиметра это для того что кто сажает по два перца сразу до хороший способ это урожайный способ но что перец любит любит тесноту тогда во первых будет и больше урожая и крепче будут стоять кусты как бы держаться друг за друга но сейчас мы покажем как какие способы существуют какими мы пользуемся друзья кому понравится ставьте лайки оставляйте комментарии всегда всегда вам за это спасибо но сегодня мы будем сеять также проращивать семена сладкого перца калифорийское чудо это сортовой перец очень хороший высота куста 60 70 сантиметров такие мощные крепкие кусты и хороший такой толстостенный перец этот перец средний ранний масса плодов до 150 грамм он и годится и для салата и для вот кто начиняет перца можно в любом виде использовать для этого мы берем вот такую ткань обычную высыпаем сюда по центру семена наши проверяем упаковочке ничего там не осталось высыпаем вот так по центру все зависимости сколько у вас семян но в любом случае берем вот такую вот завязку обычную тряпочную и теперь мы складываем наши семена и заматываем завязочкой замотали закрутили все мы замотали и на сутки мы отправляем это в воду для того чтобы семена набухли набрали влаги в себя и начали свой путь как говорится мы единственное что мы можем добавить в эту воду но лучше всего вот как мы это делаем вот он результат друзья вот он результат мы в марганце замачиваем мы делаем вот такой слаборозовый раствор посмотрите вот этого будет достаточно мы опускаем свои семена перца и вот так они лежат в течение суток после этого мы достаем наш пакет то есть берем пакетик достаем эту этот наш мешочек с семенами как только пройдет сутки на следующий день мы ложим в пакет пакетик мы закручиваем и убираем в теплое место это ближе друзья к батарее ближе батареи можно еще обмотать дополнительно чтобы было сохранялось тепло еще дополнительно в тряпочку хорошенько заматываем и убираем ближе к батарее через четыре дня примерно через пять дней уже начинают прорастать семена показывает носики у всех появляются корешочки маленькие вот ближе к батарее можно на батарею положить книжку а на книжку положить вот это вот вот этот сверток но обязательно обязательно проверяйте каждый день посмотрите раз разматывайте вот этот пакетик чтобы проходил воздух доступ кислорода было проветривание естественно семян и смотрите если влажная тряпочка то не надо больше увлажнять как правило она влажный так и остается все проветрили снова убрали снова замотали тряпочкой в теплое место после этого семена прорастут вот как здесь у нас на четвертый день у них появятся носики и нам теперь остается только сделать почву в которой будут расти наши семена наш перец мы используем обычный цветочный грунт или грунт для рассады специальный сейчас продается как правило любой грунт он идет универсальный для рассады в нем уже и азот и фосфор и калий в общем используйте любой грунт для рассады или для цветов вот он как он состоит он обычно черного цвета здесь уже идут все добавки чтобы была питательная почва можно в него сеять просто лучше всего добавить песка для хорошего дренажа где-то одну десятую одну двадцатую часть а также можно добавить золы вот такая вот у нас обычно древесная зола можно 50 миллиграмм добавить вот где-то примерно по пол рюмки это тоже питание это тоже органическое удобрение в ней кальций и фосфор и калий и многие микроэлементы если у вас есть желание чтобы почву обогатить чтобы она обогащенная была можно использовать биогумус это тоже стопроцентное удобрение органическое если например вы живете в квартире у вас нет возможности добавить например землю с компостных куст именно плодородный грунт то тогда можно добавить одну четвертую одну пятую часть биогумуса вот например у нас здесь сколько здесь у нас 3 литра грунта вот здесь то мы тогда добавляем где-то 500 600 700 грамм биогумуса как он из себя представляет ну как глина друзья вот так вот как глина такой вот прям вообще как земля как вот именно земля с благодаря этому вот этот вот покупной грунт он немножко тяжелее станет прям совсем немного но зато питание будет в этой земле на два-три раза на два-три порядка больше вот здесь 3 литра мы добавляем где-то три таких стакана это у нас 600 получится грамм это пятая часть от общего грунта и мы это все хорошенько перемешаем посмотрите даже как по цвету отличается биогумус от грунта теперь мы убираем конечно же этот пакет и начинаем все хорошенько перемешивать добавляем песок добавляем песок примерно десятую часть и начинаем все хорошенько перемешивать тому же можно добавить как я уже сказал 50 миллилитров золы посыпать и все все хорошенечко перемешиваем все это целые сутки будет находиться у нас напитываться семечки буду напитываться благ теперь мы насыпали наш грунт посмотрите самодельно немножко его обогатили можно конечно как я сказал в любой грунт садовый который вы покупаете можно тоже сеять все хорошо поверьте будет теперь после этого когда набрали мы набрали наши стаканы чуть больше половины чуть больше половины когда мы будем проливать это этот грунт еще немножко сядет дело в том что мы два сантиметра будем присыпать семена и как раз будет место для полива можно два с половиной присыпать серии грунтом но мы будем присыпать уже конечно обычным сухим грунтом поверхностно сейчас мы добавляем просто мы берем горячую воду с добавлением слабо розового раствора марганца и теперь хорошенько проливаем вот так вот стаканчик должен быть примерно напитан где-то наполовину вот так вот это будет для хорошего прорастания сильно прям не надо проливать должны быть отверстия внизу обязательно вот например как вот у этого стакана мы самодельно делаем ножницами вот такие вот отверстия можно дырявить стаканы но отверстия должны быть в этот стакан мы по посеем посадим сразу два семечки потому что он большой объем горлышко даем где-то минут 10-15 остывать и после этого сеем вот так мы по одной ложим можно использовать пинцет можно аккуратно вот так вот прям прям аккуратненько вот так по центру раскладывать пальчиками самое главное что мы видим уже корешок пошел семечка хорошие все хорошо проросло значит у нас будет прекрасный урожай прекрасный результат значит семечки полностью вызрели те которые не показали носика значит они пустые и мы их сеять не будем мы раскладываем посередине в одной штучке конечно нужно землю немножко поравняйтесь например она куда-то бежала вот так вот по одной мы раскладываем как правило уже через 45 дней семена покажут уже свои вот эти вот петелечки уже первые настоящие листики будут в дальнейшем первые то есть семидольные листики когда появятся у всех мы снизим температуру а до этого момента перец и всходы перца должны находиться при температуре 25 27 градусов и при хорошем освещении если нет такового то обязательно под подсветкой держите перец и всходы перца после этого мы когда только покажут полностью вот эти семидольные листики откроются мы снижаем температуру примерно до 18 17 градусов даем окрепнуть перцу закрепиться как говорится окрепнуть стать мощнее коренастей и через неделю примерно через не 10 мы затаскиваем снова повышаем температуру 25 28 потому что перец теплолюбивое растение как вы знаете любит тепло и максимальный солнечный свет здесь делаем расстояние 3 сантиметра и у нас они здесь будут очень хорошо расти без пикировки вот на таком расстоянии теперь мы присыпаем мы вот эту всю кучку конечно будем сеять в большие ящики мы будем с расстоянием два сантиметра друг от друга раскладывать также присыпать два два с половиной сантиметра немножко утрамбовывая сверху почву то есть воздух убираем со вот этого верхнего слоя тогда лучше семена прорастут наши а сейчас мы так берем контейнер и примерно вот так вот присыпаем 22 с половиной конечно можно сеять сухими семена вы знаете как купили и сразу посеяли но только будет перец прорастать дольше может быть две может быть три недели но он обязательно прорастет в любом случае если семена свежие будьте уверены но только главное при пониженных температурах перец может не взойти делайте температуру обязательно перед посевом пролейте хорошенько почву и после того как разложите семена за присыпите два два с половиной обязательно ближе к теплу ближе к батарее ставьте и ящики на самое теплое место все прекрасно когда вырастет здесь тоже засыпали стакан и слегка вот так вот приезжали почву после этого когда мы все это сделали мы накрываем пленкой или любым укрытным материалом это может быть стекло пленка и так далее если используете контейнер то крышечки укрываем ставим на теплое место 25 28 у вас все я думаю все шикарно прорастет будет хороший крепкий урожай вот такой вот будет урожай у вас не сомневайтесь желаю вам удачи успехов будем за этим наблюдать с вами делиться любой информации который станет для вас полезной пока друзья пока